В минувшие выходные в Одессе прошел чемпионат Украины по парусному спорту. Борьба шла ожесточенная, говорят организаторы, но мастерство взяло свое. Лидеры соревнования были определены практически мгновенно. У нас третьи гонки второго и третьего дня были сокращены, но тем не менее это позволило провести все гонки в хорошем достаточно темпе. И мы определили, заранее определился лидер, конечно, это яхта «Пираты Черного моря», рулевой «Родион ВК». Но по итогам гонок они же стали чемпионом Украины. Теперь же в Черноморском яхт-клубе готовятся к следующему этапу – чемпионату Европы. Для участия в соревнованиях в Одессу съехали спортсмены первого класса из пяти стран. Могло быть и больше, если бы не карантин. На чемпионате Европы зарегистрировано 37 участников. Приехали иностранцы – это Италия, Латвия, Литва, Великобритания, Ирландия. Соотношение понятно, что в пользу украинских команд, потому что все-таки эта ситуация с коронавирусом в Украине не позволила многим иностранцам принять заранее решение ехать в Украину. Они долго сомневались. И я знаю четыре или пять экипажей, которые в последний момент все-таки так и не приняли решение. Правила на Кубке Европы останутся теми же, что и на чемпионате Украины. Регата будет проходить поблизости от берега, а дистанция гонок составит не более двух миль. Участвуют яхты класса «Плату-25». Чемпионат Украины проходил точно по таким же правилам, по которым сейчас будет проходить чемпионат Европы. И дистанция, и судейство – все будет проходить точно так же. То есть мы специально стремились к этому, чтобы на чемпионате Украины наши спортсмены понимали, как их будут судить на Европе, какая будет дистанция. Оценят мастерство участников группы международных судей. На соревнования применят практику судейства на воде. Четыре катера будут следить за ходом гонок на местах, а провинившихся обязуют пройти дополнительную дистанцию. Иснует перелик правил, у которых необходимо обовязково дотримоваться участникам. У випадку, если какое-то из этих правил будет порушено, до участников мают пропивти член судей и дисквалифицировать команду. Что правда, никого дисквалифицировать не будут, потому что в нас действует судейство на воде и системы прапоров, за которыми участникам будут нараховывать штрафные ковы. И это главная мотивация – не порушивать ничего. Конкуренция украинским командам серьезная. Это профессиональные спортсмены из различных стран, завоевавших не одно призовое место на соревнованиях национального уровня. Не менее для иностранных гостей гонка не менее важна и волнительна. Мы два раза выиграли чемпионат Латвии, заевали три раза кубок Латвии тоже в классе Плату 25. На этот год было два соревнования. Одна в Литве, чемпионат мира. Тоже приняли участие. Это тоже по важности второй чемпионат Европы. Мы готовились. Но не с своей лодки приехали, арендовали из Киевского яхтуба. Но постараемся показать хороший результат. Чемпионат Европы стартует утром 6 октября и продлится до вечера 9 октября. Все это время будет идти прямая трансляция гонок, и любой желающий сможет понаблюдать за ходом соревнования онлайн.